Мариинка Игорь Леонидович, Центр детского творчества, Дорогой, Дополнительного образования. Проект «Открытое небо». Проект создан для привлечения детей, увлечения их техническими видами спектра, частности, модельным спортом. Знакомство с видами конструкции, умение изготавливать и управлять радиоуправляемыми моделями самолетов и планированных. Задача проекта входит в воспитании профессиональных спортсменов по авиамодельному спорту. Поддержка и стимулирование детей, подающих надежды на успех в соревнованиях. Значимость проекта социальной, формирование детей интереса к сельскохозяйственным, конструирование, постройки моделей самолетов и планированных, приобретение навыков управления радиоуправляемыми моделями и беспилотных аппаратов. Ежегодно участники проекта принимают участие в более 10 соревнованиях различного уровня. Это Москва, Московская область, чемпионаты первенства России, чемпионаты первенства округов Российской Федерации. В авиамодельных классах F1N, F3K и F5G. F1N – это официальные метательные планира, но в этом виде можно стать и мастером спорта. F2K – это управляемые планира с размахом 1,5 метра, F5G, франсмарк до 4 метров. Достигнуты результаты. За время существования проекта множество детей стали членами Федерации модельного спорта России. 8 воспитанников выполнили норматив 3-го взрослого разряда, 6 воспитанников 2-й взрослый разряда, 4 воспитанника 1-й взрослого разряда, 2 участника выполнили норматив к обидатам мастера спорта буквально 2 недели назад, стали чемпионы 3-е место на чемпионате в Воронежской области, чемпионат России. Чемпионами России становились не менее 12 раз и дети, и команда. На сегодняшний день в течение 3-х лет уже дети в этих видах спорта защищают интересы Московской области на чемпионатах России. Виртуально 4 человека находятся в сборной команде России по данным видам этого спорта. Участие на соревнованиях дает незаменимый опыт и обмен информацией, техническими новшествами и методикой участия, анализ всего. Также принимает труба участие в таких мероприятиях, как «Слезы России» и «Город Шуковский», «Город Шуковский». «Город Шуковский» и «Город Шуковский». Это помимо… Дело в том, что для того, чтобы получить удовлетворение своего занятия, надо показать какой-то результат. Просто строить самолетики пускать – это для отдельной категории детей. Но все-таки цель конечная любому занятию должен быть результатом. Нет, но он не предстоит, я этот… А я модель. Андреяна Марина Геннадьевна, в области «Город Шуковский». Работаю в «Город Шуковский». Мой проект называется «Конструирование бумаги как средства передачи информации». Эта тема оказалась очень интересной, потому что, как известно, дети вообще любят рвать, мять, резать. А во время этого в процессе создания своих работ с бумагой, аппликацией, модульного оригами, объемных аппликаций дети могут получать определенную информацию – познавательного характера, эстетического характера. Просто рассказать ребенку о чем-то – не факт, что ему это будет интересно. А когда в процессе рассказа он еще что-то делает, то его это очень сильно интересует. Задачами своего проекта я заделила следующие вопросы, связанные с возможностью передачи информации этим способом. Нужно было определить методику передачи и вовлечь в процесс как можно больше детей. Для работы мы используем самый дешевый материал – бумагу. мы создаем аппликации, мы создаем оригами, мы создаем всевозможные бумажные конструкции. В процессе создания я рассказываю детям то, о чем мы… то, на какую тему мы сейчас работаем. Узнанутся наши мастер-классы, мои обучающие занятия, они приурочены каким-то датам, праздникам. И, соответственно, ребенок, создавая модель, узнает что-то новое, интересное для себя. Так как все дети разные, есть, которые нужно для усвоения информации, чтобы им рассказывали аудиалы, есть и дети, которые для получения информации должны что-то делать, кто-то должен слушать. Поэтому способ работать с бумагой, он охватывает всех детей сразу. Поэтому я считаю, что это достойное занятие для детей, которое помогает им снимать информацию и одновременно сделать какую-то интересную поделку, интересную работу, которую можно потом подарить, оставить себе на память. В основном я работаю со старшей и подготовительной группой детского сада. Это детки от 5 до 6 лет. Им нравятся занятия, они с удовольствием их посещают. И вот уже сейчас проектом охвачено порядка 80 детей, которые как приходят ко мне на занятия, так и я покажу к нам в детский сад. Те знания, которые они получают в моих занятиях, потом они, мы проверяем, как вы сказали, насколько я это значило, в конкурсе викторины, и можно определить, усвоена ли они информация или нет. Здравствуйте, меня зовут Клубина Ледонова Александровна, я император с руководителем театрального окружководства в поселке Дорфилово. В этом году на базе нашего театрального окружководства было принято решение организовать кукольный театр. Сейчас этот проект находится в стадии реализации. За время, проект мы начали в апреле месяце, за это время мы в произведении полностью настроили кукольный театр, то есть подготовили зайник, сделали занавес, подготовили кукол, написали сценарий. И за это время мы показали уже 7 спектаклей. Кукольный театр направлен на детей младшего возраста, 5-6 лет, это младшая, средняя группа садика, старшая группа садика и начальные классы. Кукольный театр мы показывали для садика нашего Дорофовского и для всех желающих, кто приходил к нам в Дом культуры. Следующая группа, пожалуйста. Вот наши фотографии с наших кукольных театров. Мы показали дерево, дерево. Детям очень понравился следующий партнер. Что случилось на дороге? Этот кукольный театр был подготовлен к ГИБДД, день рождения ГИБДД. И был показан кукольный театр, что случилось на дороге. Детям тоже очень понравилось. Мы приглашали представителя из ГИБДД. Он рассказал о правилах дорожного движения детям, только работал с детьми. И также после кукольного театра был мастер-класс, посвященный правилам дорожного движения, где дети делали машинки. Также мы показали кукольный театр «У страха глаза велики». К сожалению, из последних фотографий не загрузились. Также был показан кукольный театр «Как собака друга искала». Дети с удовольствием работают. И проект направлен не только на участников театрального кружка «Вольщебство», но и на тех ребят, которые приходят к нам. То есть наши актеры вместе с куклами после кукольного театра они обязательно выходят в зал. И детям очень нравится, что куклы здороваются с детками, они играют с куклами. И детям очень легко работать не с живым человеком, а именно с куклой. Потому что кукла – это самое первое, с чем ребенок сталкивается в своей жизни. Это игрушка. И детям проще открыться именно для куклы. Проект очень несет много радости детям и взрослым. У нас в Доме культуры все зарядились этой энергией положительной. И те, кто работает у нас в Доме культуры, они всячески помогают, стараются что-то сделать своими руками для нашего кукольного театра. Сейчас готовится новая ширма, которая будет передвижна, и с которой мы сможем выезжать и в тот же кукольный театр, и в школу нашу, и ко всем желающим, кто захочет. Наши мероприятия могут посещать все желающие. Информация есть на сайте клуба Дорохова. Здравствуйте, благодаря вам. Меня зовут Пасканова Ольга Владимировна, подогонка по межму образования. Я представляю наш проект «Мир, межмунных образов». Целью проекта является возрождение интереса прирастающего поколения к традиционным народным ремеслам путем создания резных изделий из дерева. Задача проекта – изучение накопленных ремесленных знаний, прошлого и настоящего, освоение основных приемов резного по дереву и изготовления резных изделий для сбора помещений. Но самая главная задача данного проекта – это появление и поддержка одаренных детей. Участники проекта совершают погружение в мир народной культуры, становятся не только искусственными резчиками по дереву, но и в первую очередь хранителями и продолжателями дела своих предков, а значит, патриотами своей Родины. Проект реализуется с сентября до 2005 года до настоящего времени. Ими увлечены дети разных возрастов от 10 до 18 лет. За 12 лет более 200 детей Рузского городского округа обучились навыкам резьбы по дереву, создали великолепные резные изделия, которые экспонировались на выставках. С этими работами ребята участвовали в конкурсах по художественной обработке дерева, становились победителями и призерами разных конкурсов. Таких конкурсов, как Московский областной традиционный фестиваль «Конкурс мастер-классов по народному творчеству и художественным примеслам» с 2013 по 2017 год мы являемся, дети являются призерами и победителями. Также конкурс областной фестиваль детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», областной выставки конкурс «Художественная обработка дерева» с 2009 по 2017 год. Также конкурс «Руза» 685 лет. Также ребята являются призерами. Международный московский художественный рождественский конкурс «Фестиваль детского и изобразительного творчества «Хриемская звезда». Также с 2007 по 2014 ребята являются победителями и призерами. Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета» с 2013 по 2017 год. Ребята участвуют, убеждают. Что самое удивительное, за 2007 по 2017 годы 12 участников проекта стали лауреатами именной стипендии губернатора Московской области, получили поддержку от губернатора Московской области до 300 тысяч рублей. Также за этот период времени трое участников проекта стали лауреатами премии президента Российской Федерации по поддержке талантливых молодежи в размере 90. Простите, пожалуйста, Леонид. Это самая главная задача, которую мы выполняем. Священная комиссия. Работа. Скажите, пожалуйста, а Вы работаете в Центре детского творчества, город Вуза. Здравствуйте. Я учитель учебы, гостей, гостей, гостей. Я учитель, гостей, гостей. Я Наталья Константиновна. Учитель начальных классов. Выставляла проект, называется «Память о прошлом и знает запрещение». Значит, целью проекта было воспитание чувства патриотизма, гордость за свою стороной, у детей начальника школы. Но приобщаю я детей уже к этому 29 лет, поэтому непосредственно над проектом мы начали работать с 2013 года, когда совместно с родителями мы организовали благотворительную ярмарку, школу доброты. Первый слайд. Дети и родители готовили поделки своими руками. Это очень всех объединило, явилось хорошим воспитательным моментом. Ребята очень старались, потому что понимали, ничего они не делали. В рамках благотворительной ярмарки была проведена акция «Никто не забыт». И все вырученные средства пошли на новогодние подарки ветеранам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ежегодно в мае мы посещаем братскую могилу в деревне Трутьева, которая располагается неподалеку от нашей школы. Мы где рассказываем детям о тех далеких страшных днях конца 1941 года. Ребята узнают, как много людей погибло, освобождая наш родной поселок. Они читали стихи, возлагали цветы по ножам памятника. И вот на молчание чтят память всех погибших в этой страшной войне. Начиная с 1 сентября 2014 года мы собирали сведения о своих прадедушках и прабабушках. Как, скажем так, проект в проекте был. И создали в итоге школьную электронную книгу памяти «Моя семья была в Великой Отечественной войне». В рамках муниципального семинара педагогических работников использования диатральной дидагогики в патриотическом воспитании обучающихся мы приступали со своими детьми в литературно-музыкальные композиции «Мы ничего не знаем о войне». В апреле 2015 года у нас проходил конкурс военной песни, где наш класс выступал также с песней. Совместно с библиотекой мы очень часто организовываем встречи с ветеранами в Великой Отечественной войне. К сожалению, их осталось очень мало, но приглашаем. Детям всегда очень интересно слушать истории из их жизни. И ежегодно 9 мая мы проводим торжественную общешкольную ленингу, посвященную Дню Багеды, в рамках которой проходит акция «Бессмертный полк». Я пока не обещана, но в моем мнении, я так думаю, что разделят мои коллеги, что работа в данном направлении все равно роняет какое-то зерно в душе детей. И надеемся на то, что наши дети вырастут неравнодушными, с уважением будут относиться к старшему поколению, потому что все это, конечно, уходит в прошлое. Спасибо большое. Ну, проект, конечно, он продолжается. То есть все эти годы всегда это было как отдельной строкой. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Дьяченко Наталья Юрьевна. Я уже третий год являюсь участником конкурса в нашей Подмосковье. И мой проект, и правда, не помнят о них, он тоже продолжается и сейчас находится в стадии реализации. Ну, целью, конечно, сначала было сохранение памяти о прошлом, потому что дети помнят, внуки помнят, но меньше, а правнуки уже, ну, как бы информацию воспринимают через определенную призму. И вот целью, начальной целью проекта было как раз-таки вот воззвать к этой памяти, приобщить ребят к тому, что им близко и дорого. И я пришла к выводу, что чем больше ребята делают сами, добывают информацию, участвуют в различных конкурсах, праздниках, тем больше они прочувствуют это через себя, тем больше они учатся сострадать, помнить, понимать и ценить ту победу, которая была завоевана такой ценой. Воспитание патриотизма — это важнейшая часть воспитания подрастающего поколения. Только зная прошлое, дети научатся любить свою Родину и ценить то, что сделали и сохранили. В нашем проекте изначально участвовало, ну, не более 30 человек, это был один класс. Потом подключились родители, администрация школы, и со своими выступлениями, проектами, своей деятельностью мы уже стали охватывать постепенно всю школу и даже выходили с выступлениями на региональный уровень, что, в общем-то, удалось нам успешно. Какие мероприятия были проведены за эти три с лишним года? Ну, началось все с создания книги памяти, «Мы гордимся и помним». Потом конкурс сочинений «Спасибо за победу», литературно-музыкальная композиция по рассказу Платонова «Возвращение», литературно-музыкальная композиция о героях-молодогвардейцах, потом о нас даже напечатали в газете, участие в акции «Бессмертный полк» в течение ряда лет, создание проекта поэта, писателя, корреспондента, участники Великой Отечественной войны, конкурс стихотворений «Что я знаю о войне», конкурсы военной песни «Классные часы», герои войны, наши ровесники, правники помнят о них, просмотр фильма с участием автора «Вязевский котел», который тоже оставил неизгладимый след в сердцах каждого ребенка. Работа продолжалась в течение 2016-2017 года. Были созданы проекты о битве под Москвой, прошли выступления в младших классах, в средней параллели. К Дню Победы мы проводили линейку уже для всей школы, линейку памяти, где ребята доносили информацию о войне своим сверстникам, младшим и старшим ребятам, вспоминали страницы славных битв и суровых будней Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что проект охватывает довольно большую аудиторию, материальные средства, затраченные на проект, были не так уж велики. В основном это было все сделано, костюмы, декорации, добыча информации из интернета, все это было силами ребят сделано, все это обошлось, в общем-то, достаточно недорого. И, конечно, в дальнейшем мы будем продолжать работу над проектом. Сейчас мои ребята перешли в 10 класс, и я думаю, что они уже без этого просто не смогут. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые школьные жители. Я Татьяна, совместительный председатель молодежной территориальной здравоохранительной комиссии городского округа Родина. Представляю проект в конкурсе детских рисунков я выбираю президента, который на данный момент уже реализован. Как бы нам показалось, каждый детский рисунок жизнебанальный и избитый, но она имеет очень глубокий смысл. Формирование у будущих избирателей активной жизненной позиции является важной задачей успешного государства. Одним из методов воспитания и защиты детей от убежиства, как в житейском, так в политическом смысле, является приобщение детей к культуре страны, традициям, семьи и общества. Поэтому вот уже третий бой Московская избирательная комиссия Московской области проводит конкурс рисунков по всему Подмосковью. Мы приобщаем детей к выборам, начиная с дошкольного возраста. И надо бы отметить, что с каждым годом данное мероприятие только набирает обороты. Одно из местных задач данного творческого состязания является повышение правовой культуры будущих избирателей. Проект направлен на детей 4 возрастных категорий. Это 4-6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет и 15-18. Наша цель – научить малышей и подростков думать о своем будущем. А они это могут делать, в том числе, участвуя в творческих мероприятиях, а также в конкурсах. В этом году, в период с 1 мая по 30 июня, проводился конкурс детских рисунков. Я под названием «Я выбираю президента». Конкурс проходил два этапа – районный и межмуниципальный. Рисунки принимали с кироизвольного размера, выполненные в любом формате и в стиле. Мы не ограничивали детей в их фантазии, и поэтому было в молодежной территориальной избирательной комиссии получено очень много рисунков различных форматов. В конкурсе приняло участие на данный год уже более 3 тысяч детей из 53 муниципальных образований. 78 победителей Московской области награждены дипломом молодежной избирательной комиссии Московской области и банковыми подарками. Организованы три выставки в избирательной комиссии Московской области и в нескольких муниципальных образованиях. Победители конкурса награждены дипломами, банковыми подарками и сладостями. Все участники второго этапа конкурса получили благодарственные письма молодежной избирательной комиссии Московской области. Также в некоторых районах, например, в Пушкинском, участвуя в конкурсах, ребята смогли проявить себя не только в изобразительном искусстве, но и в творческих выступлениях. Избирательная молодежная комиссия Московской области совместно с избирательной комиссией Московской области в рамках фестиваля «Московская выбирает» сейчас, на данный момент, уже проводят выставку лучших детских работ на тему «Я рисую выбор». На ней представлены рисунки воспитанников детских садов, учеников образовательных учреждений, детей, отдыхающих на момент проведения конкурса в детских оздоровительных лагерях в Москве. В том числе там будут, точнее там, выставлены и рисунки с конкурса «Я выбираю президента». Выставка проходит с 31 июня по 10 сентября в городах Домодельно, Чехов, Калорна, Электровоз, Павловский посад и Микросталь. Вся информация о конкурсе и выступке различается на сайте поместника избирательной комиссии Московской области. Каждый из нас задумывается о своем будущем, о какой она будет зависит от вашей стены. Спасибо за внимание. Спасибо. Дорогие друзья, я представляю... Меня зовут ЧК, Марина Дмитриевна, кто не знает. Я представляю проект «Александровские дни». Этот проект мы назвали так, потому что мы проводим мероприятие, посвященное нашему святому Александру Невскому. И этот проект мы реализуем не просто в городе или у себя в Центре творчества, а реализуем на базе детской психоневрологической больницы номер 4 здесь, в Русском округе, где находятся на постоянном лечении дети разных возрастов. В этот день всегда организовывается для них праздничное мероприятие, в которое входит и служба настоятеля храма, близлежащего около больницы. Это проведение концерта фольклорного детского ансамбля. Это проведение подрежных игр с детками, которые там находятся на лечении. Причем дети очень любят играть с детьми, которых мы привозим. Это дети из фольклорного ансамбля «Зоренька». И таким образом мы решаем такую задачу, что простые, обыкновенные дети, которые нас окружают, они пытаются понять состояние тех деток, которые находятся на лечении, которые отделены здоровьем. И, в общем, мы пытаемся им объяснить, что каждый человек, который существует, он имеет право на жизнь, имеет право на общение, на какой-то творческий досуг. В презентации, если вы видите, есть немного фотографий, но по закону о социальной защите прав таких несовершеннолетних мы не можем показывать эти фотографии в прямом эфире. Вы видите фотографии деток со спины, которые играют с нашими аниматорами. Аниматоры рассказывают о самом святом Александре Невскому, о том, какие подвиги он совершил, чем он прославился. Дети, которые, в общем-то, не особо заняты на досуге в больнице, они и рисуют, и раскрашивают определенного рода раскраски, которые способны раскрасить по состоянию здоровья. С ними проводятся мастер-классы, мы изготавливаем с ними сувениры из соленого теста, мы занимаемся с ними изготовлением маленьких леговых кукол. И для них это большое счастье, потому что для них это его, сделанное его руками, которое остается с ним там, в больничной палате. И, в общем-то, приносим большую радость этим деткам, которые не могут получить ее где-то еще. Ну, вот так, коротенько, в двух словах о этом проекте. Проект реализуется уже очень давно, с 2009, по-моему, года. Мы ездим постоянно творческим таким агитбригадой, поездом, развлекаем, радуем маленьких пациентов в такой вот сложной психоневрологической больнице. Спасибо. Меня зовут Александра Лизнурова Ивановна. У меня проект «Ангетово разберемся вместе». Мы, я являюсь председателем многоквартирного дома. И мы вместе с жителями этого дома, с пенсионерами, детьми, разбили клумбы возле дома. Детям это очень нравится. Они все с удовольствием помогали. И все пенсионеры, которые сидели раньше просто дома, не занимались этим, они теперь с удовольствием принимают в этом участие. Цветов очень много. Денег не было, можно сказать, большими затраченными на эти цветы. Но в том же деле все приносили сами и семена, и рассаду. Жители были очень увлечены этой работой. Принимаем мы участие также в школе ЖКХ, которая проходит у нас в администрации Русского городского округа. И управдом под этим самым. И многие родители сейчас срезали свои цветы к первому сентября. Они у нас пойдут со своими цветами в школу. Потому что мы привлекаем всех горожан тоже заниматься разведением цветов, украшением, чтобы наш город был очень красивый. И вот эти цветы, которые тут принесли дети, тоже выращенные камень детей. Спасибо большое. Добрый день. У нас коллективный КВМ Микрофон уже. Слушай, не слышно о нашей работе. В условии обострившейся борьбы вокруг истории нашего Отечества в связи с вражеской силой как внутренней пятой колонны, так и внешней в связи с нескончаемым потоком лжи на нашу историю, в том числе на историю Великой Отечественной войны и подвиг советских народов Великой Отечественной войны. Правительство Московской области выступило с патриотической инициативой ужеледить почетное звание населенных пунктов в Гольской области в тем населенным пунктам, которые не так доступны. То есть нужно было поднять класс исторических событий 1941 года и определить то великое назначение Красной Армии, которое в весе жителей Московской области проявили в 1941 году. Учитывая это в инициативе мэра Кульбакина нам было предложено в таком составе воспроизвести все, что произошло в 1941 году в поселке Кульбакина самым значительным населенным пунктом до военного периода и первых десятилетий русского района после войны. Нам представлялось, что это очень сложно, потому что свыше 70 лет минували эти события и нужно было представить материалы, которых практически не было. То есть кое-что было, существенного существенного не было. Мы три с половиной месяца работали в архиве, в центральном архиве Министерства обороны, в архиве кинофотодокументов почти во всех местных музеях, но во всяком случае с Венигородского, Волоколадского, Вожайского района и свершилось и для нас в первую очередь чудо. Минуя 74 года от событий, которые произошли в 41-м году, мы нашли форму, которая неотразимо приведет к тому, что поселку Полюбакина, рабочему поселку и окружающим деревням 23-м будет присвоено почетное звание, потому что мы восстановили возможность, создали возможность зафиксировать на фактологической основе день за днем, что же было до того, как поселок был на военном положении и, по сути дела, был взят и до того периода, это освободили, потому что поселок находился и находится на прямом Звенигородском шоссе и был единственным препятствием в 41-м году на пути фашистам, которые договорились на знаменитой битве под Москвой. и мы восстановили. Вы поймите правильно. День за днем это вообще не мыслимо. На основе ни выдумок, ни сочинений, ни какого. На основе фактов это довесение разведок, это приказы по разным участкам фронта, это сообщение, это невыносимо тяжелые работы и приятные, которые нас и поддерживают впереди этого войска. И все свершилось. Все получилось. Поселку Болевагина присылают почетные звания Московской области, населенный порт воинской доблести. Вот по сути дело все. За исключением одной составляющей, что это нужно конечно молодому поколению, которые далеки, далеки, которых пытается особенно пятая колонна отстранить от тех событий, которые были в сорок первом году, свершены их отцами, их дедами. И по решению Макаревича Сергея Борисовича, когда возглавлявшего полевагинские поселения, ежегодно в полевагинской средней школе будет проводиться мероприятие, связанное с фактическими материалами, которые мы собрали, и будет объявлен фокус на дополнение этого материала. Ну и было условие написать и издать книгу. тоже получилось. Вышла книга Великой Отечественной войны, 1941 год, Кулебакина, день за днем. Это летопись, с которой должны знакомиться и вникать в то, что происходило с людьми, которые находились под оккупацией, и с тем героическим валом, который совершили советские воины, родители, освобождая Кулебакину, но и эти двадцать с лишним деревень. Поэтому, с точки зрения патриотического воспитания, в котором нуждается, коренным образом нужно это воспитание перестроить, мы и старались воими того, чтобы наше продолжение следовало тому, что свершили воины детям под Москвой, в частности, под Кулебакину, и в Кулебакину. Спасибо, Игорь Васильевич, в то время уже подходит. Игорь Васильевич, такой вопрос, а книга у Вас какими фильмами издана, и на каким образом она сохранилась? Книга была издана при содействии администрации Кулебакинского поселения Сергей Валерьевич Макаревич нашел возможность издать и вообще ему спасибо за то, что он предоставлял транспорт в школу. Она поступила в школу библиотека. Сейчас скажу. Да. Она издана была, конечно, маленьким тиражом. 1100 экземпляров. Ну, по нашим меркам, конечно, по современным это тоже много. Но во все библиотеки, во все общественные организации и у нас есть намерение, что эта книга будет переставаться. А во время поиска и сбора материалов можно смело сказать, что за чертой осталось еще глубее. И администрация нам заверила, что перезадим уже глубь, обширную материалов. Поэтому наши чувства удовлетворены полностью. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Это вам спасибо.